Для дорогих зрителей, человек космическое существо. Наш организм не спрашивает у нас, как заживить рано. Вот мы порезались, организм сам заживляет. Это сознание или бессознание, или сверхсознание? Сверхсознание, оно галактическое. И мы всего лишь частичка этого. Как и все это, однозначно не галактическое. Что же является галактическим, так это наша способность творить. Ведь мы отличаемся от живой и неживой природы тем, что нам даются при рождении творческие способности, которые в условиях капитализма, да и докапиталистическую эпоху, атрофировались людей под влиянием реализма. И только в СССР они перестали атрофироваться в массовом порядке. А мы это недооцениваем. А что такое, собственно, творческие способности? Это всего лишь мутация с выявлением и сохранением неких полезных свойств из окружающего нас мира. Но больше человек не способен. И в этом мы подобны не только живой, но и неживой природе. Ведь при соударении неживых частиц также может появиться что-то новое и полезное. И с большой долей вероятности именно на Земле вполне могла появиться живая природа. И именно нам предстоит ее распространить на глобальном космическом масштабе. Как всего лишь некие вирусы. Но это отнюдь не основание для некой гордыни. А все эти разговоры о сознании и сверхпознании и так далее, это вовремя и вовремя. Обратите внимание, какое достаточно большое количество людей стояло, смотрело, а хлопало единицы.